Мы должны знать, что той вещью, которая ведёт нас к улучшению наших нравов, это изучение сунны пророка, саллиллаху алейху ассаляму, и получение его из правильных источников. Если мы сунну пророка, саллиллаху алейху ассаляму, получим от каких-то неправильных источников, из людей, которые не поняли вкус благонравия, от людей, которые не поняли вкус ибадата, покорности Всевышнему Аллаху, любви к рабам Всевышнего Аллаха, то мы себя наоборот погубим. Нрав у нас испортится. Особенно это выражается в современной молодёжи. У современной молодёжи. Как это выражается, вы спросите. Я давно наблюдаю за молодыми ребятами, которые любят религию, любят ислам. Они от этого, например, берут свой телефон, смартфон, начинают смотреть учёных. И эти учёные становятся его как кумирами, как шейхами. Они везде его фотки публикуют и так далее, ставят. Ох, вот он вот так вааза делает, доносит и так далее, и так далее. И вот так, изучая из телефона вот эту всю религию, человек, у него в голове возникает какое-то особое мировоззрение, которым он по-особенному смотрит на некоторые вещи, даже на ахкамы шариата он смотрит по-особенному. И вдруг один день вот этот прекрасный шейх, которого он любит, которым он восхищается, которого фотки он публикует и так далее, делает то, что, или говорит то, что не подходит его мировоззрению. То есть он в этом вопросе вообще по-другому думает. Он же большой алим, он же изучает религию, он читает постоянно статьи, видео разные смотрит, слушает. У него уже есть своё понимание, свой, так скажем, манхач, как говорится, или свой мазхаб есть у него уже. И вдруг вот этот восхищаемый, которому восхищается учёный, берёт и говорит какие-то вещи, которые его вот этому пониманию не подходят. Что происходит? Тут же все фотки его удаляются с его соцсетей. Тут же этот учёный оказывается списанным. Это такое и слово. Он его списывает, как учёного. Всё, он уже не учёный. Я часто такое встречал. Восхищаются, вот он такой хороший и так далее, его видео публикуют и так далее. И в один момент его всё нет. Нет у него его в жизни. Почему? Потому что он в одном вопросе так подумал. Как он мог вообще так сделать? Вот такой у него ещё вопрос. Теперь он переключается на другого учёного, ещё более высшим рангом. Начинает его смотреть и так далее. До поры до времени, месяц, год, два. Он восхищается им. И в один момент тот тоже списывается. Тут надо понимать. С этим учёным-то ничего не произошло. Те, которые получили на самом деле серьёзные знания, которые изучали ильм в Мадарисах, знают, что такое их тиляф уль-улама, разногласия учёных, что такое знают. Которые знают, что если разногласия учёных не касается вопросов основ вероубеждения, а именно в каких-то вопросах фикха или ещё каких-то вещах, они не принципиальны. Он может взять для себя этот мас'аля, этот вопрос. Но этим никак он не принижается. А этот наш герой, персонаж, у него уже есть большие знания, у него есть своё мировоззрение, которое он откуда-то взял. Люди говорят, да вы уже заладили своим вот этим. Вы постоянно говорите о том, что вот вы с интернета берёте знания, с интернета большие учёные тоже берут знания, в интернете много чего полезут. Да. Да. В том-то дело. Учёные, они с интернета могут взять, что правильно, что нельзя. Ты ему изучал. Ты знаешь, что тебе оттуда можно взять, а что является подтасовкой, а что является обманом. Ты знаешь. Но ты, дорогой мой, ты не изучал у муаллима ничего, ты не изучал основы, ты не можешь две строчки правильно прочитать. Ты, поверь мне, с интернета себе правильное взять никак не можешь. Почему я так сейчас отхожу от темы благонравия, дохожу до этой темы? Потому что это с этим связано. Это безнравственность по отношению к учёным. Молодой человек, увидев какую-то ошибку, не то что обычного мусульманина, это учёный на весь мир, который известен, увидев что-то, которое ему не подходит из его мнения, он его списывает уже. Он для него уже не учёный. Вот это безнравственность по отношению к учёным. И это приводит к тому, что эти люди начинают обсуждать учёных, говорить о них, некоторые даже их ругать начинают, начинают там их в физке, в зандакате обвинять, в безбожности, в заблуждении обвинять, и ещё больше, ещё больше себя толкают ближе к наказанию Всевышнего Аллаха. Всему причина что? Что причина всему? Это неправильный источник. Неправильный источник знаний, который он взял. Изначально он себя возомнил большим человеком. Если бы этот человек, молодой парень, и если бы его родители вовремя обеспокоились о нём, когда он дошёл до совершеннолетия, отправили бы его в правильный мадресе, в правильное, например, учебное заведение, в котором, кроме изучения наук, поверьте мне, есть очень много учебных заведений, в котором обучают поверхностным наукам, но из нравов ничего у них не бывает. Они могут и того поругать, и то сделать, но большими учёными считаются. Я сейчас говорю о правильных учебных заведениях. Если бы они отправили его туда, дали бы ему правильные знания, то тогда этой проблемы бы не было в нашем обществе. Продолжение следует... Продолжение следует...